Дяденька прикурить не найдется. От этой банальной фразы, услышанной вечером на улице, большинство раз ям вздрагивает. Привычка и хорошая память. А вот другой калинкорн. Наверняка и вы ни раз, ни два слышали или видели, как соседи по дому гонят из подъезда великовозрастных подростков, которым негде больше потусоваться. Заплеванные ступеньки, пиво, мат-перемат. И попробуй сделать замечание. В некоторых случаях это может быть опасно для жизни. История из Волгограда как раз из этого ряда, но... Впрочем, сами сейчас все увидите. Это кадры домашнего архива семьи Микининых. Олег и Татьяна расписались в начале августа прошлого года. Сразу после свадьбы молодожены отправились отдыхать к морю. 12 дней медового месяца пролетели незаметно. Вернувшись домой в Волгоград, супруги собирались прогуляться вечером по городу. Олег поднялся в квартиру, чтобы переодеться. А Татьяна осталась ждать его в машине возле подъезда. Хлопнула домофонная дверь. Естественно, мое внимание, потому что я жду мужа, обратилась, что оттуда вышло трое парней. Но внешне мне никак они не напоминали 14-летних, потому что это были достаточно крупные молодые люди, высокие, взбитые. Почему обратила внимание именно так, резко заострила? Потому что один молодой человек вышел в одних шортах, у него футболка была перекинута на плече, руки были испачканы чем-то таким темным. Потом я поняла, что это кровь была. Не дождавшись мужа, девушка решила сама подняться в квартиру. Здесь просто все было улито, в прямом смысле слова. Здесь вот все улито было в крови, по ступеням здесь шли вот эти, под, я не знаю, ну те же лужи, все с кровоподтеками. И вот та площадка тоже, она была просто улита. Вот самое такое вот большое количество крови это было вот здесь вот на этих ступенях и на этой площадке. Мужа она нашла дома. Он дополз до квартиры и пытался хоть как-то остановить кровь. Начал как-то вот это сумбурно, хаотично рассказывать, толком ничего не понятно, как стояли какая-то молодежь, сделал замечание, вот это все понеслось, ругань. Дальше вот это рукоприкладство, начали бить, толком сумбурно ничего не помню, как-то спустился по ступеням сюда вот вниз, то есть драка началась вот на этой площадке, непосредственно на ступеньках. Кровь не останавливалась, к тому же Олег постоянно жаловался на сильную боль в боку. В больнице врачи сказали, нужна операция. У молодого человека было сломано несколько ребер, одно из которых повредило легкое и вызвало внутреннее кровотечение. Я там бегала, говорю, сделайте хоть что-то обезболивающее, там, может, у него там трубки вставили, он кричал, как не знаю кто, говорит, мам, мне плохо, я умер, а я говорю, он говорит, сделайте что-то. Ну, они вот сделали ему обезболивающее, он стал засыпать. Сначала хирурги планировали просто зашить поврежденную ткань, но во время операции выяснилось, что верхнюю часть легкого необходимо удалять. Два часа ночи приехал милиционер и говорит, это да, это били очень жестоко, это не просто так, это били с такой жестокостью, что, говорит. После этого никто из семьи пострадавшего сотрудников милиции больше не видел. Через несколько дней состояние Олега ухудшилось, он впал в кому. Тогда брат Олега решил выяснить, как продвигается следствие. В первую очередь я поехал на опорный пункт узнать вообще, есть ли заявление пропало, дошло ли до милиционеров, то есть какие-то действия происходят, не происходят. Мне на что сказали, что у нас дела такого нет, вроде слышали, что какой-то боксер, что-то произошло, у нас такого дела нет, езжайте в выделение милиции, ну, Кашина Октябрьская. Я туда приехал, мне также ответили, что дела у нас нет такого, нам неизвестно, где это все находится. Илью отфутболивали от одного сотрудника к другому, дальше больше. Нашли не заявление, нашли вот этот отказ о возбуждении уголовного дела, основанный только на показаниях тех троих молодых людей. То есть нас никто не снимал показаний, ни с меня, ни с Олега, ни с друга своего, который приехал, это все это указывалось. И вот на их только показаниях было вынесено этот отказ о возбуждении уголовного дела. На самом деле милиционеры сразу нашли тех, кто избивал Олега. Один из подростков жил в этом же подъезде, двое были его друзьями и, кстати, оказались боксерами. В частности, Михаил Долгополов в свои 14 лет победитель многих соревнований, обладатель нескольких серьезных титулов. Он серебряный призер первенства страны, выиграл бронзу в Европе среди юниоров. Это за Россию по студентам, Российский спортивный студенческий союз в Тюмени. Это за международный турнир в Нижнем Новгороде в первом месяце. Несмотря на это, милиционеры, опросив подозреваемых, пришли к интересным выводам. Они постановили, что это Олег напал на молодого боксера и нанес ему побои. А дело не возбудили только потому, что пострадавшие, то есть несовершеннолетний спортсмен и его отец, не написали заявление. И на том спасибо, а то ведь могли и посадить. Родные Олега решили добиваться справедливости, хотя их сразу предупредили. Реального наказания не будет. Мне сказали, что отменено возбуждение вам, что возбуждать дело не будут, так как 14 лет, ребята там все молодые, то есть возбуждать ничего не будут. Добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь спустя 4 месяца после случившегося. Все вроде грамотно, по бумажкам, конечно, все делается, люди это знают, юридически образованы, но видно, что затягивают. По мнению семьи Микининых, следственные органы просто не хотят портить карьеру начинающему спортсмену. Мы установили, что один, да, действительно, он говорит, я дрался, я причинил телесные повреждения. Он дал эти показатели. С него была принята явка с повинной сотрудниками уголовного розыска. Мой материал был передан в следствие. На детальном анализе материалов дела следователи пришли к выводу, что все случившееся не что иное, как причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности, то есть избили случайно. Причем автор столь фантастического вывода не какой-нибудь молодой и неопытный сотрудник, а сам начальник следствия. Правда, при виде камеры мужчина солидного возраста повел себя, как нашкодивший мальчишка, не придумав ничего лучше, как запереться от нас в своем кабинете. Я никаких дел не могу. Если вы хотите, выключите. Не надо. Вы уж будете добры, отойдите тогда. Будьте добры, сижу. Откровенно. Не добившись объяснений в милиции, мы отправились к самим ребятам. Больше всего вопросов у нас было к тому самому Мишу Долгополову. Тем более на сегодняшний день он единственный обвиняемый по этому делу. Скажи, а вот что испытывал, когда вот с друзьями избивали невинного человека в подъезде? С друзьями? Там как бы был один я, ну как бил его. И невинный, а почему невинный? Потому что, как с его слов, как он говорил, то, что он проходил вверх и зацепил штанин и мою харчню, а я сидел возле стены. Спускается, и получается то, что это была самооборона. Это тебя кто научил так рассказывать? Никто. А то есть ты считаешь, что там была у вас обычная драка? Обычная драка. Конечно, на первый взгляд все случившееся кажется типичным бытовым конфликтом. 27-летний Олег столкнулся на лестничной клетке с группой подростков, которые плевали и мусорили в подъезде. Сделал замечание, а вскоре словесная перепалка переросла в драку. Все это есть в протоколе, причем записано по показаниям самих ребят. Если бы Олег начал драку, они бы точно не промолчали. А еще в протоколе в глаза бросается один явно надуманный довод оперативников. О том, что Микинин намного выше и физически крепче Долгополова. Но при первом же сравнении видно, что все наоборот. Олег, что произошло, как долго это продолжалось вообще? Ну, все, что ты помнишь, расскажи. Дракошу. Олег еще не восстановился после случившегося. Поэтому узнать от него хоть какие-либо подробности произошедшего практически невозможно. После ком он все забывает. Татьяна на работу уходит, он с ней встает, кушают, они завтракают. Я встаю, спрашиваю, Олеж, ты утром кушал? Он говорит, мам, я не помню. Ну, как это может быть? Час проходит, он не помнит, что он кушал. Сейчас это просто маленький ребенок, который потерян вообще в жизни. Он пытается спросить, вот иногда говорит, мам, что у меня в жизни было хорошего? Я начинаю ему объяснять. И начинается опять что-то. Он вообще потерян в жизни. Вот он ходит, вот как хочет. Говорит, мам, моя голова не моя, то рука не моя. Я говорю, ну ничего, говорю, Олеж, все у нас будет с тобой хорошо. Все, мы выздоровеем и будем опять жить. Лишь благодаря самозабвенной заботе родных Олег начал вообще снова разговаривать. Мы выписались 8 ноября, он вообще не разговаривал. Только головой махал. Вот сейчас надо ложиться опять в больницу. Неврология, опять реабилитацию делать нам. Сану прокапывать все лекарства. И заодно нам надо теперь уже в микрохирургии глаза ложиться на восстановление зрения. Теперь вся семейная жизнь Татьяны Олега состоит из бесконечных посещений врачей и поиска денег на лекарства. По словам Натальи Елисеевны, когда мама Миши Долгополова узнала о случившемся, она сразу приехала к ней домой. Правда, не с извинениями, а с одной единственной просьбой. Она говорит, ну, мол, чтоб... Мы прекратили это дело. Я говорю, ну, понимаете, прекращать дело тут никак нельзя. Извините, инвалид, ребенок у меня стал в 27 лет. Я считаю, что это нельзя. Начал деньги предлагать. Деньги это, это, как говорится, не проблема. Деньгами ты здоровье уже не купишь. Никто из подростков не посчитал нужным хотя бы извиниться. Ребята прекрасно знали, что стало с Олегом после того, как они бросили его истекающего кровью в подъезде. Но им нет до этого никакого дела. Молодой боксер просто сделал вид, что не понимает, о чем мы. Почему не попытался узнать самочувствие этого человека остальное? А как я у него узнаю самочувствие? Ну, позже же, когда тебя стали вызывать. Тебя вызывали же в милиции? Вызывали. И объяснили же причину, какую тебя вызывают? Объяснили. Что на тебя возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных травм. Я должен сказать, что я сильный человек не мог избить. Почему на меня возбуждают дело? Я не говорю, что не сильно. Я говорю, что я его не избивал и не добивал. И никто из других ребят... Нет. Понятно, что избиение группы лиц гораздо более серьезная статья. И ребятам совсем невыгодно говорить, что бил не один. Времени было у них достаточно, поскольку дело для того, чтобы придумать свою легенду, как было там. Поэтому они сейчас этого принципа придерживаются. Но мы все же попытались поговорить с друзьями спортсмена Иваном и Романом. Я корреспондент программы «Человек и закон». Это то Иван? Открой дверь. У меня есть пара вопросов по поводу той драки, что произошла в подъезде на Таращенцев. Таращенцев. Иван. Что? Нам с Ваней поговорить нужно. Макаровым Иваном. Зачем? По поводу драки в подъезде на Таращенцев то что. Вы мама? Я маме не дам с ним разговаривать не о чем. А почему вот такая позиция? До свидания. А с самим Романом поговорить можно? Роман гуляет. А через сколько он вернется? Время с нововечья. А можно ему как-то позвонить на мобильный, попросить, чтобы подошел? Нет. На звонки Роман не отвечал. Видимо, кто-то из приятелей его предупредил о нашем визите. А как известно, откровенных разговоров чаще всего избегают те, кому есть что скрывать. Ведь несмотря на все спортивные заслуги Миши Долгополова, с трудом верится, что тяжелый травм Олега – дело рук только его одного. И что никто из ребят не вступился за своего друга, когда началась драка. Всем понятно, что до такого состояния избить человека за короткий срок в подъезде, в маленьком помещении, где находятся так же его друзья, получается, привлекает только одного молодого человека. Я опираюсь на то, что все равно ему 14 лет, но нам нужно добиться, чтобы всех людей, которые участвовали в этом преступлении, в избеянии моего брата, чтобы они понесли наказание. Конечно, семья Микининых ни в коем случае не ставит перед собой задачу прятать кого-либо из ребят за решетку. Они просто как могут добиваются справедливости. Ведь даже если, как говорят подростки, они случайно избили человека и сделали его инвалидом, как спокойно жить дальше? А ведь ничего, эти взрослые дети явно не мучаются. Хотя 14 лет, пора бы уже отвечать за свои поступки. Татьяна признается, никто бы не стал доводить дело до суда, если бы родители мальчишек с самого начала пришли к ним и постарались разрешить конфликт полюбовно, извинились. Теперь же, после всего пережитого, после всех преград со стороны правоохранительных органов, они хотят довести начатое до конца. Говорит, силы терпения у них хватит. В принципе, последние полгода лучшие тому доказательства. Казалось бы, после драки кулаками не машут, но в Волгограде все пока с точностью до наоборот. Правоохранительные органы затаились. Свидетелей, независимых, без корысти и умысла, к сожалению, нет. Сам Олег Микинин снова в больнице. И врачи в своих прогнозах крайне осторожны. Его родственники продолжают обивать одни официальные пороки за другим. А родители Михаила Долгополова в попытках спасти сына и его спортивную карьеру, по неподтвержденной пока информации, готовят встречный иск. Рассчитывали доказать, что именно Микинин затеял драку. А если и вправду получится? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова